Несмотря на то, что на календаре конец марта, весна только начинает робкой поступить проявляться в регионе. Тем не менее, уже скоро солнечное тепло растопит надоевшие сугробы. И поскольку уходящая зима щедро дарила Тверскую область запасами снега, велика вероятность, что в этом межсезонье Верхневожье поплывет. На сегодняшний день у нас выделено пять районов, где может сложиться наиболее сложная паудкоопасная обстановка. Это традиционные районы – Зарковский, Бельский, Западнодвинский, Нелидовский и Максотехинский. По прогнозам тверских спасателей, активная фаза паудко придется на первую и вторую декаду апреля. И учитывая то, что этой весной уровень воды обещает побить прошлогодние показатели, необходимо привозить в полную готовность все имеющиеся технические и кадровые ресурсы. За работой муниципалитетов уже со следующей недели будет следить специальная комиссия Главного управления МЧС. А вот у главы администрации Твери Валерия Павлова своя уникальная позиция. В данном случае я хотел бы, чтобы этот паудок рассматривали не как паудок, а просто места, скажем так, лопального подтопления конкретных домов. Во всем виновата, по мнению Павла, некачественная застройка областной столицы. Но с водой бороться придется. Проведены конкурсы на вывоз снега с наиболее подтапливаемых улиц города, очистку ливневых канализаций, ремонт колодцев, очистку водоперепускных труб, устройство водоотводов со скалом льда и расчистку русла рек. Проведено даже заседание эвакуационной комиссии об организации эвакуации населения в период пропуска весеннего половодия. Между тем, след за весенним половодием о себе может заявить пожароопасный период. Тверские спасатели уверяют, что готовы встретить жаркие деньки во всеоружии. Кроме того, уровень готовности регионов к пожароопасному периоду, так же, как и в предыдущие годы, оценивается межведомственной правительственной комиссией, состав которой входят представители федеральных министерств и ведомств. Комиссия проверяла такие муниципальные районы, как Западная, Двина, Осташков, Нелидово, Максатихо, Калининский район. В целом, работа комиссии отметила подготовку области с положительной стороны. Алиса Титова, Станислав Конышев, РМТВ, Пилот.